Начинается стадия драфта, вы видите то, что банится Тарарблейд, у которого неприлично хороший винрейт, уже на протяжении всей квалификации, наверное, у него тоже матчей 15, наверное, и выиграл он, вернее, проиграл он буквально в парочке из этого количества. Очень, хотел сказать, сильный персонаж, но, как по мне, то, мне кажется, команды просто немного подзабыли, что делать с такими ребятами и как быстро играть в доту. Да, нюкеров просто позабыли, коллективы, и вот почему-то получается так, что Тарарблейд просто всех выносит вперед ногами, хотя, как по мне, герой, конечно, бешеный. Мне очень нравится то, как он работает, особенно против большого количества аур, когда ты там играешь против Бестмастера, Винги, создаешь вот этим рефлекшеном иллюзий, и вот, казалось бы, все то преимущество в виде аур, которое работает у твоего соперника, оно внезапно начинает работать на тебя, и это просто нереальный буст, вот конкретно в драке, вот в первый момент времени, когда, знаешь, появляются вот эти вот пять иллюзий, и люди просто не понимают, что нужно делать, они начинают разбегаться в разные стороны. Ну да, хотя на самом деле это не так-то и полезно в итоге оказывается, потому что тебя все равно режут, все равно медленные, тебя все равно бьют, и получается какая-то поплава. Так, ну и что у нас получается? Получается Верспиридж Гернаут от Фнатик, Слардер Лион от Вайт Фрайс, в бане оказались, да, вот Элдор Титан, Террор Блейд, я так понимаю, после Титана в бан, скорее всего, отправился Террор Блейд, по такому намеку, мол, мы на ФП сейчас его заберем, а Титанчика вам не отдадим, чтобы его можно было напрямую законтрить. Да, как-то так получилось, что вот начали пикать Элдор Титана часто, это еще произошло до того, как Террор Блейды начали вот прям повсеместно брать, то есть Элдор Титана там подняли в последних патчах, я буквально недавно там Ченжелок посмотрел, список его изменений на Ликвипедии, это просто с ума можно сойти, как Айсфрок его апнул, ну то есть одно дело, когда ты знаешь, там в каком-то отдельном патче смотришь Ченжелок, и там герои апнули немножко, вроде бы, ну да, сильно, а когда смотришь историю обновлений, ты видишь просто, что на протяжении последнего полугода его постоянно апали, и то, каким был Элдор Титан там, может быть, 3-4 патча назад, это вообще ни в какое сравнение не идет с тем, что он для себя представляет сейчас. Ну и на фоне этого появляется, конечно же, вот Террор Блейд, и в итоге так получилось, что Элдор Титан это такая своеобразная контракт Террор Блейду, поскольку, ну, во-первых, дизейблер очень сильно, это важно против Террор Блейда, во-вторых, он срезает всю броню, весь белый армор, который у Террор Блейда есть, а у него девятка белого армора на первом левеле, это катастрофически много, и Элдор Титан с ним хорошо справляется, плюс у него прирост ловкости большой, он плюс статовые слоты все время бывает. Ну да, там уровни на 15-17, там количество брони вообще... Под 20-20. Некультурное, да, причем это если он еще практически голый, если у него еще хорошие артефакты есть, там и 20+, получается в итоге. Конечно, очень сильно. Ну и что у нас там по банам дальше? По банам у нас пока улетает Лайфстилер, у нас улетает Эмбер Спирит от Фнатиков, но вообще решили пройтись по таким самым-самым-самым сильным, наверное, персонажам, именно роли Керри, которые нынче достаточно актуальны, ну и решили, видимо, что ловить Эмбер Спирита также будет не слишком-то им удобно, и просто от него избавились. Ну а White Fries в свою очередь пока убирают Дарк Сира, и может еще какого-нибудь оффлейнера уберут, не знаю. Ну да, вот типа Бэтрайдера, например. Ну пока тут команды ничего сверхъестественного не показывают, то есть обыкновенных персонажей пикают, банят. Появляется инвокер у команды Фнатик, и это намек на присутствие Войда, на мой взгляд, в этой игре, поскольку Войда сейчас имеется в открытом доступе, в общем-то, как для Фнатик, так и для WF. Могут попытаться и White Fries его забрать, конечно, ну на роль Керри уже в таком случае, либо Слардара тогда поставят на роль Керри. Это не самый плохой вариант, Войда достаточно опасный персонаж, то есть если его собирать сразу же по какому-то невспомогательному билду, там через Блинк и Аганим, хотя так сейчас вообще, по-моему, никто не делает, сейчас даже Хардлейновые Войды, даже если у них все просто отвратительно, они все равно всегда умудряются какой-нибудь там Диффьюжил Блейд приобрести и так или иначе дэмэдж наносить. Но в случае, когда ты играешь вместе с инвокером, у тебя нет необходимости в этом. Но это опять-таки просто предположение, что может появиться Фейслес Войд в этом пике, тем более, что у команды WF появляется Дрэгон Найт. Дрэгон Найт это тоже герой, который относится к тому классу персонажа, которого проще магией зажарить, нежели чем пытаться руками пробить. Ну да, руками бить его вообще неблагодарное занятие абсолютно. Ну а по магии действительно ты абсолютно прав, потому что у него идет небольшое смещение в пользу брони, нежели в сторону здоровья, соответственно, магия является даже чуть более эффективной, в принципе, по сравнению с другими среднестатистическими персонажами. Ну и пока что с магией у Фнатик, ну с одной стороны лады, как по мне, да, вроде казалось бы инвокер, ну чудо маг, ты, кстати, у нас специалист на инвокере, к этому сферическому инвокеру в вакууме. Так вот, но настолько ли много именно урона магического инвокера, например, в середине игры, я не говорю там конец, когда у него там куча артефактов с катаринами и рефрешерами, а вот в середине, для того, чтобы там этого Дрэгон Найта как-то действительно уничтожать. Ну, дело в том, что инвокеру очень комфортно стоять. Один на один с Дрэгон Найтом есть герои, которые, против которых инвокеру сложно. И когда инвокеру не дают разогнаться, экзорт инвокеру, то для него это большая проблема. Когда у него мидас там не на восьмой минуте, а на тринадцатый, когда он не может себе быстро какие-нибудь травола купить, чтобы сплитпушить начинать. И, ну, Дрэгон Найт подобную функцию исполнить не может. Если какие-то подключения будут в мид, тогда инвокера будут убивать. Но тут пока что я вижу, именно у команды Fnatic есть ровный персонаж, очень хороший, Earth Spirit, и как раз таки я вижу то, что инвокеру будет пока что проще стоять против Дрэгон Найта, нежели чем Дрэгон Найту против инвокера, ибо два таких саппорта, как Леон и Дизраптор, они будут прикованы к линии. Ну, если только WhiteFry сейчас не заберут... Вот, не знаю, по-моему, что-нибудь наподобие Сларка надо сейчас банить, Муша, потому что это герой, который а. великолепен против Джаггернаута, б. универсален сам по себе, в. хорошо стоит против Тайдхантера на линии. И если вот будет какой-то... Ну, Клинкс, в общем-то, тоже в этом... Ну, в каком-то смысле похож в данном случае на Сларка, потому что он против Тайдхантера может нормально стоять. То есть он может не так хорош, как Сларк против Джаггера и инвокера, но в целом против Тайдхантера он сможет стоять один, и это означает то, что хотя бы один саппорт сможет перетянуться в мид для Дрэгон Найта и помогать ему. Потому что если бы это сейчас был бы какой-то милишник, который вообще не способен был бы стоять против Тайдхантера, двум саппортам пришлось бы стоять рядом с этим керри, помогать ему, отгонять Тайдхантера. В итоге инвокер бы делал, что хотел на миде, плюс ему ДК бы помогал... О, и Эрспирит бы ему помогал. Было бы сложно. Плюс Баджи Гернаут все это время находился на фрифарме, причем без вообще какой-либо посторонней помощи. То есть тут тоже получается такой серьезный дисбаланс по силам на линиях. Убирается также у нас Венжи Фулл Спирит, действительно не хватает одного из суппортов, но и Венга обычно просто так не убирается, наверное. Хотя, возможно, просто решили спастись под какого-то... Ну, вернее, помешать спастись под какого-то фокуса. Это не обязательно должен быть конкретно Войт керри, но это все-таки Свен. Это Свен, интересный тоже выбор. Ну и ждем последнего суппорта уже от команды Фнатик. Ну, Свену чуть сложнее стоять против Тайдханка, он ему дэмэж серьезно срезает. А так, ну, за исключением того, что у Свена реген очень хороший. То есть по сравнению с какими-то другими милишниками, Свену можно быстро купить Хэлл Файрон Вилл, соответственно, загрейдить его потом в Доминатор и отхиливаться с крипов, получить Хэпериген немаленький с этого артефакта. Оперейшн забирает Фнатик. Получается такая ультра-голобальная комбинация за счет Сэндстрайка и Ультимейта Оперейшна. Но большая проблема в том, что нету стана сейчас в пике команды Фнатик. Такого хорошего стана, под который легко бы можно было бы попадать Сэндстрайком. Конечно же, я не сомневаюсь в силах мидера команды Фнатик, но тем не менее, ну, зачем усложнять себе жизнь, правильно? Когда у тебя есть стан, ты всегда легко попадаешь. Когда у тебя стана нет, приходится выцеливаться. И из десяти Сэндстрайков, если ты промажешь один, то бывает так, что этот Сэндстрайк именно ответственный, и его именно нужно и попасть. Все верно. И действительно, без оглушения какого-либо будет достаточно тяжело, в принципе, здесь кого-то ловить. Просто люди будут в наглую читать телепорты и улетать от вас. У вас вариантов несколько. То есть, либо должен быть постоянный инвокер где-то под рукой, для того, чтобы иметь проказ, но инвокер с центра не особо уходит в начале. Там, земель, который обычно начинает со своего стана, да, там, с камня. Соответственно, ты потом сразу же нажимаешь телепорт и улетаешь. Либо ревейдж, что тоже не особо крутая альтернатива. Да, видишь ли сейчас какая ситуация. Ульт Джиггернаута, там, где-то полгода назад изменили таким образом, что он больше не обладает микростаном. Соответственно, он не сбивает телепорты. Инвокер раньше имел три скилла сбивающих телепорта. Это колдснеп торнадо и бласт. Сейчас бласт телепорты не сбивает, соответственно. У Фнатик вот, ну, за исключением камня и реведжа, имеется вот только колдснеп и торнадо, которые, в общем-то, не так уж и удобно давать, я тебе так скажу. Не всегда есть возможности. Инвокер на лоу-левеле, если он играет в экзорд, у него, во-первых, в экс низкого уровня, соответственно, торнадо летит очень недалеко. Нужно подходить в упор, чтобы забивать ТП. А колдснеп не всегда имеется просто потому, что у тебя инвок очень низкого левела, он долго кулдаунится. То есть, если ты сенвочил какие-то другие скиллы, ты не можешь дать колдснеп. Все очень просто. Смотри, что у нас происходит. Вот, я думаю, мы представим, естественно, команды, как только представится такая возможность нам. А пока у нас выход очень агрессивный. Вот White Fries забегают они во вражеский лес, но, кажется, эта вылазка была обнаружена. Да, так и есть. Ну, и давай сразу же, наверное, пройдемся у нас по командам. White Fries, собственно, или, наверное, лучше снатьков. Фнатики 343-й у нас будет бегать на Эншент Паришине. Муши Джиггернаут. Чуть ближе к центру находятся Диджей, Эр Спирит, Охайо Тайт Хантер и Мидуан Инвокер. У команды White Fries. Уху на Слардаре, KYXY на Свене, Полосон на Дизраптре, 290 на Дрэгон Найте и Че на Леоне. Ну что, разменялись рунами, да, у нас коллективы? Да, получается, что Инвокер забрал баунти-руну на боте, судя по всему, да, потому что на топе. Хотя, кстати, могли бы и подраться. Фнатик так, по-хорошему, у них есть Джиггернаут и Оперейшн, это очень мощные герои на первом левеле, можно было бы составить конкуренцию, но решили не лезть на рожон, тем более они были вне позиции, то есть они разрозненно стояли как-то из-за того, что White Fries забегали в смок, и решили, что лучше не перетягиваться и не пытаться там как-то наезжать на White Fries на руне. Так, ну и смотри, уже начинают гонять Слардара здесь. Действительно, такие два суппорта, вроде, как мы говорили, и задержать им этого Слардара особо нечем, но если вдруг вкатится Earth Spirit, и неожиданно на нем окажется еще и Чилинг Тач, и неожиданно еще окажется рядом Оперейшн, можно неожиданно умереть. И лучше, конечно, играть более надежно. Мы, кстати, вот и видим, то, что HY просто уходит в свой лес. Пока что при этом... Есть ли у него талон? Нет. Я так понимаю, что-то несет. Топорик он хотя бы себе... А, и рецепт на талон, слушай. Ну, без талона на Слардаре фармит лес абсолютно. Невозможно. То есть, если каким-нибудь там бестмастером еще можно попытаться, или тем же самым Тайтхантером, у которого нет аэронталона, но в данной ситуации, у Ахай, аэронталон есть, как-то можно пытаться с крипами справляться, то бедному Слардару фармить без аэронталона просто противопоказано. То есть, он там, в лучшем случае, одну пачку сфармит, и сразу же нужно какой-то регент прожимать серьезный, по фласке. Мало какой у тебя останется. Ну, вот у него и так, видишь, тоже ситуация не очень приятная. Он тоже потратил всю ману. Он дал два краша. Вот он сейчас фласку и петель даже до базы сбежит. Вот, получил второй левел. В миде Влетает Экспирит на Дрэгон Найта, но тут никак помощь не сможет. Инвокер у нас на третьем левеле взял Векс, чтобы через Алакрити иметь лучший ласт хит против Дрэгон Найта. Ну, это тоже, в общем-то, один из механизмов, благодаря которым можно Дрэгон Найта обыграть. У Инвокера очень много урона. Просто стоять. Притом, Инвокер понимает, что его убивать, наверное, не придут в ближайшем будущем. И, соответственно, может поиграть именно таким образом, без защитных, скажем, заклинаний, чисто в атакующий изначально билд. И сейчас смотри, что делают White Fries. White Fries начинают сразу же толкать вышку. Я тут предсказания делал и, видимо, понял, что я немного прогорел, ибо я оставил, что не поломают вышку до 10 минуты, а, оказывается, возможно, даже и поломают. Но идут, кажется, на защиту сейчас своего сооружения. Фнатик. Правда, такими двумя героями тут скорее можно нафидить и умереть, и еще и вышку отдать в итоге. Поэтому я бы на месте диджея и 343-го просто не подставлялся. Да, тут очень тяжело что-либо сделать. То есть подойти до этой пички страшно. В тебя сразу же полетит какой-нибудь стан, запрут тебя либо в Kinetic Field, либо Glimpse вернут. То есть в зависимости от того, что там у Полоса напрокачено. Фнатик пока об этом не знает, что он там взял, либо Glimpse, либо третий свой Kinetic Field. Но тем не менее отбились. Но вот сейчас такая тенденция, что игроки, играющие на хардлейнах, они почему-то вот вне зависимости от того, что происходит у них на харде, просто берут аэрон талон и идут в лес. Вот прям с нулевой. И мне это иногда кажется достаточно большой ошибкой, потому что если у тебя сильный хардлейнер, а против тебя относительно не сильная линия, то есть нуль по крайней мере такая, в которой ты можешь стоять и получать XP, то желательно все-таки находиться на хардлейне, мешать как-то кэри фармить, самому XP получать. Даже при условии того, что ты из лесу больше именно фарма вывезешь. По XP там может быть равнозначно, что на харде, что из лесу, но фарма больше в лесу вывезет. Тут просто набор спортов достаточно сильный именно для убийства этого хардлейнера. То есть тут есть и Леон, у которого там 1-2 дизейбла, и дизраптор также имеется. Кстати, сейчас Леон организует выходку в центр. И также HYHY здесь находится. Видимо решил тут за компанию получить тоже немного опыта, если вдруг получится атаковать. Но пока что безрезультатный. Блокер просто убегает. Да, есть у нас санстрайк по полосаной. И тот успевает, кстати, поломать руну, но за это умрет. И руной станет он сам. Как в итоге оказывается. Получается, что Феррозблат еще Мидван у нас забирает. На топе там тоже было противостояние. И не получилось, собственно, на топе убить Тайкан. Он поплотнее, нежели чем дизраптор, который был на боте. И не получилось. Так вот, я к чему все это говорю? По поводу хардлейнеров, лесников, аэронталон. Давай, давай. Если ты играешь на воиде, а против тебя уже изначально стоит спектр и какой-нибудь опорейшн, вот просто такая отвратительно слабая линия, ты не имеешь никакого права брать аэронталон с танго и идти в лес. Потому что ты их выиграть можешь. Да, некоторые так делают. Я тоже с тобой согласен в этом плане. Все же лучше немножко подержать прицел на себе, помочь своим другим ребятам хотя бы пассивно. Да, вот просто мешая противнику. Не обязательно кого-то там убивать, уничтожать. Да, да, да. Ты и саппортов к линии, ну, как бы заставляешь их стоять на этой линии. То есть саппорты не уходят, как сейчас вот, например, дизраптор вместе с Леоном там пытались в смоке, в мид выйти, да, там, или там стакать начинают, или там даже могут на хардлейнг своему тиммейту прийти, там, вражеского керри напрягать. Они должны помогать своему керри. В противном случае он просто будет иметь меньше крипов, чем вражеский там какой-нибудь воид, которого я привел в пример, ибо у него очень сильные ласкидры. Смотри, что вообще творят. Что вообще творят такие вайтфрайсы. Они просто приходят к противнику на оффлейн, Свен приходит с крипом и начинает убивать. Убивать многоспауны на этом лагере. И зарабатывает достаточно много денег. Вообще очень неплохо идут дела сейчас у Свена, как мы видим, и видно, что ребята с этим персонажем умеют обращаться должным образом. Да, паренек спушил вышку на боте. Ну, кивайк свой, естественно, кто его не знает. И таким образом у него появилась возможность как-то ротироваться по карте. Обычно это делают именно саппорты, да, то есть когда вышка падает, они начинают вести себя более отвязно. То есть в мид как-то гангать, там, опять-таки, стаки какие-то совершать. Но в данном случае мы видим, как Свен перемещается по карте, или он просто стоит на сушлэйне, получает фарм, тем временем 290 погибает в миде. Нет, его не дожигает. Ой, какой молоточек замечательный. Ты посмотри, под ГДСиком нападает на Диджи. Есть Глимс, поймали, Эр Спирита должны забирать. Тем более тут и Чвай-Чвай не успевает подойти. И должен, наверное, уже заходить в центр драки. Хотя нет, отказано. Отказано, Свен слишком много потерял здоровье. И в итоге Вайтфрайс отказали здесь принимать бой. Да, по сути обошлось без лишней крови. Джиггернаут свой ультимейт вкастовать удачно не смог. Он там гнался за Дрэгон Найтом, но тот ушел из Вижена. И по итогу Муши остается при своем умнислэш. Вот только Леону можно сейчас подрезать. Южается Блэйдфурия. У него нет, кстати, манга. А, нет, у него есть манга и стики. Так что, если даже не хватит ему дэмэджа на Блэйдфурия, чтобы убить Леона, то он его через умнислэш спокойненько бы забрал. Но в итоге на боте сделали фраг в натике. Вот что сейчас может происходить? Вроде бы на топе много фарма. Я не знаю, Джиггернаут пришел на бот, купил себе телепорт. Будет, наверное, ждать, что кто-то сейчас придет на бот фармить и вместе с Тейтхантером. Ребята, попробую забрать. Шестой левел есть у Тейтхантера, есть реведж, но вот Муши подождал, подошел, никого не увидел, решил в итоге сделать телепорт в мид. Ну, вообще, Дизраптор уже получил уровень 4. С таким уровнем можно попробовать и выйти куда-то, и организовать ганг, там, не знаю, либо на центр, либо на другую линию. Кстати, вот на центре у нас сейчас опять небольшое столкновение, здесь Муши вкатывается. У Муши по-прежнему есть умнислэш, поэтому он сейчас был бы не против, наверное, распрыгаться, но получает пока хекс. Зато под раздачу сейчас попадает Драгонайт. И непонятно, что же лучше, то есть, чтобы Леон там умерел, или ДК. Леон при этом пока еще жив, но есть фейзы у Муши, Муши их нажимает, начинает гнаться. Пройдет ликрит, а он просто раскручивается и закрутил до смерти. И тут еще и инвокер в центре немножечко бэкует. Полосон также на грани гибели, но убегает Дизраптор. Слушай, Фнатик что-то совсем сильно давит. Ну да, у них пока что все очень-очень круто. Они могут еще сильнее начинать давить из-за потенциального реваджа, который у Тейтхантера как бы есть, он скиллпоинт просто не взял в ревадж. Кстати, да, забавно постоянно наблюдать подобные вещи. Казалось бы странно, то есть, ну, ты ничего кроме реваджа лучше прокачать не можешь. Это не в Рейс Кинг, который там, да, может оставить. Если на него в пятером нападают, то какой смысл на шестом левеле брать реинкарнацию, чтобы умереть, потом умереть второй раз. И запустить там 4-х минутный кулдаун. Да, да, да. То есть, ревадж-то по-любому нужен. Ну, он просто чего-то ждет Ахайо. Чтобы случайно не нажать. Он говорит, так, я сам себе не верю, я сейчас случайно его нажму, давай я лучше качать пока не буду. Это, возможно, немного самокритичненько, но все же. Ну, вот, все-таки взял он ревадж. Ну, вот как раз-таки за счет этого потенциального реваджа фнатики могут в любой момент собраться в пятером, где бы то ни было. И они будут представлять огромную угрозу, против которой ничего WhiteFrys сделать не смогут, пока у них не появятся шестые левела на саппортах. То есть только за счет какого-то суперфокуса или там Сайланса Дизраптора можно будет против Тайдхантера играть в такой игре. Я вот смотри, обращаю внимание, вновь оставляют Леона одного на линии на очень длительный промежуток времени. То есть просто говорят ему, чувак, тебе нужен блин, как можно скорее. Так, ладно, у нас там пока что поймали Диджи, его убить должны без особых затруднений. Но ГДСик пришлось поражать. Пендаля получил Кеф, и тем не менее, конечно же, Диджи погибает. Так вот, Леона оставляют уже в который раз в одиночку, просто для того, чтобы он вывез себе поскорее блинг. Обычно такие Леоны в минуте там к 15-20 со своей задачей справляются и начинают перемещаться по карте, представляя угрозу для самых сильных персонажей. Это может быть Джигернаут, Инвокер, вообще кто угодно, наверное, кроме Тайдхантера. Всех остальных этот Леон в принципе не ощущает. Ему практически любой плюс один, и это гарантированный минус. Да, саппорт очень эффективный и хороший, не зря его так часто пикуют. В этом есть определенная логика. У меня еще один предикшн накрылся медным тазом. Все, Свен меня подводит, не хочет никого убивать, но Муша молодец. Не знаю, я Инвокера поставил. Вроде бы Инвокера с Мидоком, с Австрайком много шагов имеет. А вот гонится сейчас за Свеном, ну и Свена тут убьют. Даже при желании можно ревеш потратить, но там Инвокер попадает с Австрайком, примерз Свен и отправляется в Тайвер. Еще и Крипчиков можно забрать, и шестой уровень получает Земеля. Как раз вот 11-ая минута, уровень 6, идеально. А Паришин тоже уже шестой, даже практически седьмой. С опытом у Фнатиков проблем вообще никаких нет, а вот у Вайтфрайс, хотел сказать, Дизраптор просел, но нет, у Дизраптора также шестой уровень имеется. А только сейчас убьют Муша, тут 290 с Инвиза застанет Джиггернаута, что тут не успел поражать Блейфури, сюда подошел Леон, и даже палец не пришлось давать. Вот так вот легко расправились с вражеским Перри Вайтфрайс. Ну, в общем-то, хороший ответ. Правда, сейчас у них пушка внизу падает, и с этим ничего не поделать. Опять-таки, попросту, потому что есть ревель. Вот ты ничего не можешь сделать с этим ревель. Ну, слушай, вот появляется Ичвай-Ичвай здесь, начинает торговать физиономией, и немножечко отвлекает от себя внимание, но я бы не сказал, что это прям герой, который должен здесь все защитить. Вкатывается Диджей, промахивается по полосу, но попадает по Ичвай-Ичваю, но здесь сразу же статик шторм идет в атаку, и Уфтайо просто уходит. Ну, да, получилась такая пассивно-агрессивная защита от Вайтфрайс. Ну, если бы Дизраптор не раскастовался, то, скорее всего, пришлось бы распрощаться со Слордаром. Его бы точно убили, там много урона. А так он спас своего тиммейта. Ну, вышку еще тоже потеряли. Надо как-то Вайтфрайс... А, ну они на топе забрали. Ну, что ж, молодцы. Хороший ответ, достойный ответ. То есть они задоджили драку в миде, еще и разменялись по вышкам. Ну, нормально. Хорошо получилось. Тем более, что Свен он фармит быстрее Джиггернаута, просто потому, что у него врожденный сплэш есть, и изначально он как бы может там стаки забирать у Джиггернаута, и не может сделать. Поэтому мы видим то, что по Невморсу у Свена сейчас первая позиция, у Джиггернаута вторая. И сам по себе Свен он лучше... Ну, вот конкретно в матчапе Свен против Джиггернаута Свен побеждает просто, потому что у него огромное количество брони. можно выезжать за счет билда через манту Diffusion Blade, то есть ты делаешь БФ, потом манту, потом Diffusion Blade. И в итоге, когда Свен юзает Варкрай, ты его диффузишь, он без брони, даешь ему слэш, и ты его можешь нашинковать там как следует. А так, сколько я не наблюдаю за противостоянием Джиггернаутов и Свена, получается очень так стрёмно дранца. Диджея опять убивают в центре. Очень тоже своевременно. Нет, все получилось, и еще и Глимс падает к антеру, будут провоцировать его тратить рэвидж. А будет ли Охайо это делать? Нет, конечно же, рядышком никого нет, и Охайо просто умирает, так ультимативную свою не дав. Правильно, что, впрочем, действительно верно. И сейчас ВФ будут забирать вышку по центру, при этом помешать, естественно, без Тайтхантера и Земели никто не сможет. Армлет тем временем приобретает также еще и Драгонайт. Также примечательно то, что ДК не слишком сильно пока отвалился и отстал, да, от этой группы лидеров по фарму, потому что герой крайне зависящий от хорошего старта. Если у него не получается набрать должные артефакты, вот мы очень много игр видели других команд, там, и Империи, в частности, и прочие коллективы, когда ДК просто вот чуть-чуть не пошло на старте, он покупает Армлет там на 5 минут позже, а дальше он летает, у него 130 атаки, а противник уже имеет там по 3-4 слота. Тут также находим нас и ЧВА-ЧВА на топе. Хороший, кстати, Шторм и Мидуан под углушением. Не успевает даже развернуться, чтобы тот... А, ну он не может ничего вкастовать, у него все в кулдауны. Да, тут уже ничего не поделать. Ну, Инвокер на Слардера хороший размен. Для Уайтфрайз, естественно, размен очень хороший. У нас тут еще Дрэгон Найт с идеальным билдом через Армлет и топорик. Ты в курсе, да, что это идеальный билд на Дрэгон Найт? Идеальный в каком плане именно? Идеальный, потому что папич рассказывал о том, что это идеальный билд. Ну, на самом деле, как бы, шутки шутками, это действительно билд очень хороший. То есть на Дрэгон Найт и через Армлет это как раз-таки то, о чем ты говорил, что Дрэгон Найт должен быть полезен на старте. И Армлет как раз-таки его делает таким героем. Я вообще часто голосую за билд ДК через Армлет Кристаллис, но зачастую слишком много каких-то заклинаний, которые, ну, очень сильно мешают. Поэтому ты не можешь позволить себе такой жадный билд и вынужден собирать этот Блокинг Вар, ненужный в большинстве случаев. Там очень часто такая дилемма у Дрэгон Найта что купить? То есть какую-то инициацию Блинк или Шэдоу Блэйд или все-таки БКБ. И конкретно в данном случае у Дрэгон Найта он тоже перед подобным выбором стоит просто потому что там пять героев, которые бьют магией. Вот, вот, вот. И поэтому ты постоянно вынужден выбирать. Ну, Шэдоу Блэйд кстати тоже очень-очень крутым артефактом, как по мне является и на ДК тоже в частности, потому что и статов он там нынче хорошо добавляет. И как раз очень важные параметры конкретно для этого персонажа. То есть это скорость атаки и урон непосредственно. Я так думаю ты про Млокинг Барр заговорил, когда Огар Клаб увидел, да, у Дрэгон Найта. Ну, вполне вероятно, но это еще также может быть Дрэгон Найта. Это вообще очень крутой сейчас айтем для и агильных кэрри, и для силовиков рейджовых. Ну, просто за свои деньги статы хорошие дает. Вот, как мы выясняли, то есть почему пользуется такой популярностью широкой. Просто потому что очень хорошие статы. Но это даже не всегда главное. И у нас выход в Смокинг от White Fries. Могут они найти кого? Ну, у Инвокера они, наверное, найдут вряд ли. Они просто пока что выходят на Рошана. Хорошо. Будет ли ожидать такой маневр Фнатик? Ну, похоже, что Инвокер вот он так аккуратненько стоит на боте. То есть Фаржей отправляет вперед, ожидает, что на него будут нападать. Если он сейчас поймет, что на него не нападают в течение секунд десяти, то уже можно будет говорить... Тут Рошана уже не будет в течение секунд трех. Рошана уже не будет. И поэтому что-либо делать с этим не получится. Что-то я уже начал нервничать в один момент. Но, походу, White Fries просто ожидали какую-то атаку в своем направлении или хотели там уворачиваться от ульты потенциальной Apparition, не знаю. Которую, кстати, Apparition никуда не кидал, ничего не проверял. Не догадались просто. Да, Фнатик, что могут так White Fries вероломно поступить и просто пойти забрать Рошана, когда у них нету тир-один-вышек, когда линии как раз-таки вот не отпушены. Просто за счет смоука быстренько пошли и разобрались с Рошаном. Это очень важно, потому что у Фнатик тоже есть возможность быстро забрать Рошана за счет экзорт инвокера. И как раз-таки учитывая то, что у Фнатик элементарно Teamfight 5 на 5 вроде бы лучше за счет реведжа на данный момент. Но тут опять-таки все зависит от того, как раскастуются White Fries. Они тоже могут красиво зайти в драку и не дать просто даже Тайдхантеру ультануть. Да, если Дизраптор хороший Статик Шторм поставит, высока вероятность того, что драка закончится в пользу ВФ, причем практически без шансов. Все же там нарезаторы очень серьезные. Тем более, что у Селедочки появляется сейчас Блинк и HYHY может быть хорошим инициатором. Наконец-то. В принципе, не так много времени прошло, прежде чем он смог таковым стать. И... Да, пока что, естественно, кулдаун только что подпрыгивал. Отбрасывается пока заклинаниями. Прыгает Леончик. Вот он Статик Шторм. Хорошо. Очень сильно хотят убить Тайдуху. Но Тайдуху слишком жирный. Он же все-таки вкастует свой ревейдж. Да, и он его нажимает. И это будет полный разнос Радиантов. Ибо нечего бить Тайтхантера вот таким вот образом. Да, не дать ультануть Тайтхантера очень тяжело, даже если в твоей команде есть Дизраптор. Но проблема в том, что Свен в итоге пришел к драку слишком поздно. ГДС не вжал, не хватило фокуса. Они могли его убить. Дождаться Свена, то есть начали драку слишком рано. Леон вошел слишком... Ну, Леон, может быть, прыгнул и дал спайку, потому что он хотел, знаешь, как бы просто поставить соперника понервничать. Дизраптор его не понял и расстелил там поляну. В итоге вот этот суматок где начали попадать если никого попало. И не хватило кто-то с Тайтхантером. В итоге Ахайя просто действительно списывал ревейдж. И ребята из ФНАТИК сейчас просто забирают и три. Вот такая вот, казалось бы, ошибка, да, вот одиночная, совершенно отвлеченная к тому, что ФНАТИК забирает сейчас лейт на 18-й минуте. А кто бы мог подумать? Опять же, опять же, мои все предсказания, они просто пошли коту под хвост. Слишком быстрая динамика этой игры, Диджи забирают, но это вообще уже ничуть не важно. Почему? Да, просто потому, что слишком много сделали ФНАТИК за столь короткий промежуток времени. И неважно, сколько героев сейчас у них погибнет. Ну, по крайней мере, надо как-то с Ахайя расправиться. В любом случае, как-то верно как этого Тайтхантера тяжело убивать. Просто вот, что у него жаба, он опять из него вышел у подкопа, опять вышел, еще какой-нибудь Слизерин Краш, опять вы... Да сколько можно? Долбанный Тайтхантер. Появляется хорошенькая денежка у Тайтхантера для того, чтобы блинк приобрести, но он в итоге приобретает себе гривзы и рейндроп берет. Ну, видимо, ФНАТИК решили просто без инициации как бы вот так вот заходить, толкать жиром своим и, скажем так, им не нужна просто инициация. Вот они зашли на топе на Т2 вышку и в итоге поняли, что они могут выиграть драку и без блинка на Тайтхантере. В принципе, это можно... Такой выбор можно, такой билд можно сравнить с Энигмой, которая там берет себе гривзы и... Вообще, ни слова, пожалуйста. Я просто... У меня такая боль мучительная во всех частях тела от вида этой Энигмы. Но в некоторых, подчеркиваю, в некоторых ситуациях это действительно бывает оправданным. Но... Смотри, смотри. Воу, 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 воу. Как же хорошо расправлено. А там еще Транхиллы лежат. Смотри, туда пишет Слен, но... Похоже, не получится своровать, но... Слэн так пришел, поохранял. Да, решил, что лучше все-таки забрать Транхиллы. Обидно было бы Транхиллу сейчас потерять. Это деморализующие минус Транхиллы были. Слушай, ну афтатик продолжает давить. Вроде бы 20 минут всего прошло, а ты посмотри, сколько всего уже успели сделать эти ребята. И вроде бы счет даже не какой-то там разгромный или катастрофический, но действительно позиция, в которой была допущена ошибка White Fries, она привела к самым трагическим последствиям. Да, если там на графике посмотреть, то можно увидеть резкий выход в плюс от команды Fnatic как раз-таки после того, как они выиграли Teamfight и забрали линию. Плюс к тому же у них два медасика, один на инвокере, один на фарейшн. И ребята будут получать сейчас усиленный фарм, даже если они не будут выигрывать драки, а просто как-то грамотно пушат. Все-таки у White Fries очень хороший локдаун, и они могут гангать, они могут ловить... Оу, опять попытка убить Тайкантера, на этот раз вместе со Свеном. Ну, со Свеном должно получиться, действительно, справились. А дальше-то что делать? Ну, дальше понимают, Тнатик, что уже для них не слишком-то вариант драться. Можно попытаться через селедочку догнать кого-то, да. Вот он, и чуай, и чуай. Старается перемещаться так, чтобы мы хотя бы блинк этот не сбили, но подставился. Боятся на горку заходить ребята из White Fries, в итоге глимцуют просто опарейшн. Сюда залетает Кев под ультимейтом из саблей, разрубает опарейшн просто напополам. Манту приобретает Джиггернаут, ну и вот, похоже, следующий муж будет делать Дивизл Блейд. Ни разу не удивлюсь, если он его купит. Ну, вообще, Манта штука весьма спорная здесь, ибо, с одной стороны, ты сбрасываешь ульт с лардера, да. А с другой стороны, Свену вообще как-то по боку. Он просто бьет, и все умирает очень быстро. То есть, по сути, ты тратишь хренален денег просто ради того, чтобы сбросить одну способность. Ну, сейчас Манту на Джиггернауте вообще стали предпочитать Сенчин Бьяши в 99% случаев. Если раньше, когда Джиггернауты были популярны в пике, там, помнишь, вот брали... У меня опять подергивание, это как и Нигма, только вот та эра с Джиггернаутами. Ну, когда у тебя нету, когда нету смысла какие-то спилы, ну, какие-то дебафы с себя Манты сбрасывать, Джиггернауты брали Сенчин Бьяшу всегда. Сейчас, неважно, вообще, вот вне зависимости от того, с лардер есть его, нет, там, надо что-то сбрасывать с себя, не надо. Всегда берут Манту. И что-то мне подсказывает, это происходит потому, что, опять-таки, афнутый Дефьюжел Блейд, который есть смысл покупать сейчас, опять-таки, большинству Агильщиков. И, ну, тут можно увернуться от какого-то фокуса в виде, там, Иона, можно от стана Свена увернуться. Ну, просто функционал, да, в плане функционала я соглашусь, что если сравнить Сию, которая просто некликабельна, да, она просто есть, она просто дает какие-то статы. И Манта, которая может действительно в некоторых ситуациях побаловаться и от чего-то увернуться, тут я с тобой абсолютно соглашусь. Но в целом, не знаю, поглядим, как эта Манта сыграет. Я бы ничего больше купать просто. Ну, Манта, это хороший, как бы, буст по урону, по скорости передвижения, фармить проще, активная способность, прекрасная, вне зависимости от того, сколько там сплэша у соперника, будь у него еще какой-нибудь Магнус с Эмпауэром, то я думаю, что он все равно бы сделал выбор пользы Манту. Мечты, мечты, Магнус с Эмпауэром, еще чтобы РП-хи хорошие давал. Так, инвокер. Инвокер я смотрю уже с Аганимом, я так понимаю, достаточно давно. Да, у него уже 2000 скопилось. И, в принципе, Фнатик пока уверенно выступает первым номером. Что нужно сделать в Айтварейс просто для того, чтобы как-то... Кажать звук и пойти подраться. Хорошо. Просто звучит из твоих уст. Ну, дело в том, что их будут перефармливать. То есть, пусть у ребят есть Блинк на Слардаре, у них есть Свен, который может ворваться в драку с Блинка и застанет какого-то сплитпушащего инвокера. Но грамотный Медван он всегда чувствует, да, то есть он всегда ходит на острие. Он знает, когда ему можно еще попармить и знает, когда ему лучше отступить. Поэтому бегать постоянно за инвокером на протяжении, там, 10-15 минут, это, конечно, можно попробовать сделать. Но это будет зависеть от того, будет ли Медван допускать ошибки, а не от того, насколько ты хорошо будешь пытаться его ловить. Потому что там можно в лес прятаться, стоять очень долго, ждать, что он припартится будет с фаржами, пушить. А можно его в итоге не дождаться и потерять огромное количество времени. Поэтому проще нажать Смоук, выйти за счет мощнейших станов, которые есть у команды Байфрайз. Это Слардар, Свен, Драгон, Найт и Леон. Контроля неимерен. Пойти, напасть первыми, убить любого кора, джиггернаута, инвокера или тайткантера. И уже, соответственно, вот в пятером против четверых вести бой. Пока, вроде бы, ребята просто пытаются добрать нужное количество артефактов. Скорее всего, а, блинк, я так понимаю, да, должен быть? А, блинк уже есть. Блинк уже есть у Драгонайта, конечно. И сейчас инициация еще становится лучше. Сейчас есть моментальное оглушение от этого ДК, которое просто способно вырубить, ну, опять же, любого персонажа. В частности, инвокера. Вот мне интересно, будут ли Мидуана фокусить в числе первых, потому что инвокер с агонимом штука весьма опасная. Хотелось бы его вырубать как можно скорее. Тайтхантер, конечно, тоже парень, не промах. Ну, слушай, выход на Рошана. Рошана уже бьет на тик, но бьют они его не так бодро. Там Мерспирит пространство создает. По-моему, он намеренно просто отдал. Я почти уверен, что это было действительно намеренно просто затянуть. Это буквально было там 4-5 секунд времени. Во-первых, он Леона убил. А, между прочим. Вместе с Санстрайком и инвокером. Это раз. А во-вторых, он выиграл много очень времени. Тут врывается у нас Кеф, пытается пробить Мидуана, но не получается. А вот теперь уже получается. Слушай, теперь очень хорошо получается. Да, правда, там еще есть и Гидова Моша, не будем об этом забывать. И Кеф еще один удар бы сделал. Хотя бы Айгис бы снял. И то было бы хорошо. Но в итоге 2-3 даже. Ну, 1-2 получается. Полосан пошел, говорит. Вы не сваравились? Вот этот Свен с четырьмя слотами пойду. Я развалю кабинет этого Муша. Ну, он, кстати говоря, шутки шутками, а он бы его убил. У него Зандерстрайк левела 4, но, по-моему, бедняга Полосан просто забыл, что там Гривзы есть. Ты видела, какой бешеный Кефаридент был у Муша? Я сначала подумал, что он под Вардом находится. А он был просто подаврый Гривзок. Да, Гривзы при... И он пережил этот Зандерстрайк только благодаря Гривзама Хайо. Какой-то то Хайо наглый собрал Гривзы. Да, Гривзы просто суть в чем. Они, если ваше количество здоровья падает ниже 20%, не все про это помнят, не все про это в принципе вспоминают, но эта штука, она есть. Увеличивают и количество брони, и количество регенерации здоровья. То есть 15 хитпоинтов это очень много. Тем более, когда ты там жгернаут, у тебя, в принципе, и брони много, и резисты какие-то там к магии есть, да, устойчивость. То есть эффективное количество здоровья твое вырастает значительно. Да. Тебя на ранней стадии тяжело вот какому-то такому саппорту пробить нюком. Да, у Ким. Переодеться к дамажащим, как Зандер Страйк, или там, может, Магнетайз какой-нибудь. Да, да, да. Если ты под Гривзами находишься. Даже многие яды, какие-то вот эти поджоги, это все сводится на нет просто благодаря Гвардиан Гривз. И теперь уже Фнатик опять начинает поджимать. Они понимают прекрасно, что у них по-прежнему имеется эгида, то, что они сейчас на коне. Единственное, кто под конем, это Тайтхантер оказывается, но я думаю, это не так уж и важно. Хотя минута... Ну, нет, нет, да, ладно, нормально. Тут, конечно, поторопились Фнатик. Как-то разрозненно они отступали. Никогда нельзя разрозненно отступать против Дизраптора. Он все время отбившегося от стаи ловит. Да он иногда и прямо из стаи кого-то ловит. Это уже другая история. Там у вас хотя бы есть возможность отреагировать, либо не отреагировать. Зависит от ситуации. А здесь, да, здесь ты в принципе один, поэтому даже помогать некому. Да. Решил Скади приобретать Муши. Ну, Скади это стандартный выбор для Джиггернаута. Конкретно в данной ситуации этот выбор будет хорош против Свена. Замедлять его. Плюс, опять-таки, статы и дэмэдж дополнительный. Ну, он очень быстро приобретает вещи, поэтому тут особой разницы нету, что ему брать. А у Джиггернаута просто за счет того, что криты весьма хорошие, и даже первого уровня прокачки имеют 20% шанс срабатывания, то есть урона, дефицита у Джиггернаута практически нет. И из-за этого его как раз и предпочитают собирать какие-то статы, при том, что это герой еще на ловкость, и получаешь и скорость атаки, и броню, и урон, и просто кучу-кучу-кучу всего полезного, но зачастую как раз артефакты, которые сочетают в себе и силу, и ловкость. Для того, чтобы еще запас здоровья увеличивать. Ну и вот он, Муши. Заходит на рампу, начинает раскручиваться. Могут только приостановить, наверное, его немного. Нам больше не способны. Пытаются выпить ману у Муши, но у него полторы тысячи маны слишком много. Видел просто это издевательство? Когда четыре героя по очереди подходят, дают у него какой-нибудь станчик, и просто убегают к тому, что больше ничего они не могут сделать. Да, и поломали. Урагональ, кстати, очень важную вещь сделал он, поражал рыбу невидимости, подошел и разбил варку. Теперь будет тяжелее кушать. Но пока есть Айгер, все-таки, знаете, хотят достать частью. У Ахай нету блинка, он пытается так аккуратно зайти. Я видел, что он там продавал рейндроп, думал, сейчас вот и сейчас. Он любит, блин, но не будет. Слушай, тут Муши очень хорошо пытаются по таймингам разобрать. И Статик Шторм замечательный. Почему замечательный? Потому что отрезал часть команды от Муши, но хватит ли этого времени для того, чтобы добить и дальше? Ебан здесь просто влетает Айтхантер с реведжем в Метеор. И это минус три моментальных. Вот Натик Свен, конечно, рубит, но недолго. И выкупа у него нет. Да, это похоже на потерю второй линии для команды Вайтфрайз, учитывая то, что у них нету сейчас Дрэгон Найта и Свен, они, наверное, еще и третью потеряют. Сегернаут очень быстро пушит. У него есть Килинг Вард, который в итоге откулдаунился после этой драки. Инвокер, конечно же, кастует Алакрити, прожимает рамы. Это минус третья линия. Что-то мне подсказывает, что первую карту Вайтфрайз все-таки проиграли. Да, просто пишут ГГ. Без шансов, наверное, пока что. ФНАТи слишком сильные. Ну, вообще, я тебе так скажу. По сравнению с тем, что показывали ребята в Америке сегодня, это большая разница. То есть, во-первых, у Вайтфрайз, очевидно, имеется идея в пике. Это раз. Они продемонстрировали неплохое исполнение на ранней стадии игры. То есть, грубейшая ошибка вот с Тайтхантером на Т2-вышке. Это 50% проигранной игры. И вот потом они просто бездействовали очень долгое время, позволили сопернику второго Рошана забрать. И вот за счет реведжа как раз-таки Фнатик просто зашли и смогли выиграть и драку, и поломать еще две линии. Вот. А так, в целом...